Приветствую вас, и давайте для начала мы с вами определим ситуацию так. Как вами понимается раздражительность мужа? Как вами вообще понимается раздражительность? Что вы понимаете под ней, под раздражительностью? То есть, что она по-вашему, да, по-вашему, означает? Именно раздражительность, что по-вашему, означает? Это первое. Второе. Как раздражительность вашего мужа влияет на вас? Ну, то есть, есть ли прямая связь, прямое влияние, есть ли прямое влияние, значит, на вас, раздражительности вашего мужа, скажем так. Почему я выдаю этот вопрос? Дело в том, дело в том, что если на вас раздражительность мужа оказывает сильное влияние, серьезное влияние, то вам, конечно же, будет достаточно тяжело выбрать какую-то позицию для того, чтобы помочь ему справиться с этой проблемой. Вот. И отсюда, отсюда, можно сделать, на самом деле, только такой вывод, что необходимо, значит, вам по возможности изменить представление о раздражительности. И по возможности сделать так, чтобы раздражительность вашего мужа и, возможно, кого-либо еще, да, не влияла на вас. То есть, чтобы вы не ощущали негативного влияния на вас раздражительности, потому что раздраженность мужчины, скорее всего, к вам, и именно к вам, прямого отношения не имеет. Но, еще раз повторю, для того, чтобы это понять, для того, чтобы это прочувствовать, нужно изменить представление о том, что есть раздражительность. И как можно больше снизить, значит, собственную заинтересованность в том, чтобы ее не было. Раздражительность я имею в виду. Вот. Это такой момент. Итак, раздражительность сама по себе, это неудовлетворенность мужчины по поводу чего-либо. Это его подавляемое желание. Раздражение чувств, его эмоций и, соответственно, накопление каких-то потребностей, которые остаются в туне. Раздражительность проявляется именно в этом. То есть, если ваш муж, допустим, стремится к тому, чтобы все было хорошо, если ваш муж стремится к тому, чтобы, допустим, опять же, к тому, чтобы все было как надо, знаете, чтобы все было как положено. И боится, не хочет, не хочет, либо боится выходить за пределы какой-то вот своей активности, скажем так, привычной. Что раздражительность является, по-видимому, следствием именно этого. Что эта раздражительность, по-видимому, является результатом именно такого поведения. И здесь вы, как его близкий человек, можете постараться только направить своего мужа на какой-либо правильный путь. То есть, я имею в виду, например, чтобы мужчина больше отдыхал, например, чтобы мужчина больше о себе заботился, чтобы мужчина как-то беспокоился о себе, о своем здоровье и так далее. Я недаром спрашивал у вас про характер, про характер влияния раздражительности именно на вас. Потому что, если раздражительность негативно влияет на вас, то совершенно логично, что вы будете испытывать дискомфорт. И здесь очень важное разделение ответственности. То есть, чтобы вы сами понимали, где и когда. Например, ответственно я, ну то есть вы, где и когда вы ответственны за то, что с вами происходит. И если вы разделите ответственность свою и его, и минимализируете негативное влияние того, что делает мужчина на себя, и сами будете заботиться о том, чтобы, например, вам было хорошо, чтобы, например, вам было комфортно. Что бороться с раздражительностью ему уже будет легче, потому что он увидит, что вы нуждаетесь вот в чем-то с его стороны меньше. Меньше. Возможно, он почувствует себя легче, свободнее как-то. И это поможет мужчине, ну, как-то немножечко прийти в норму. А потом, после того, как он в норму придет, возможно, уже будет сам хотеть, да. Значит, кто-то для вас сделает. Если раздражительность вашего мужчины достаточно сильная, да, что прямо уже выходит за какие-то рамки, да, за пределы, то здесь нужно действовать немножечко иначе и концентрировать свое внимание именно на том, что у мужчины есть проблемы. То есть, у мужчины есть проблемы, например, с выражением своих чувств, у мужчины есть проблемы, например, с реализацией своих желаний. Допустим. 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 И только все в том, только все в том, что не вы несете ответственность за это, а он. И если он не может этого реализовать, если он не может или не хочет это реализовывать, вот, что это его выбор, и проблему эту нужно решать ему. Поэтому вам необходимо здесь настаивать на том, чтобы мужчина обращался за помощью, причем за помощью квалифицированной, да, помощью. Допустим. Но допустим. Ну, довольно обращался за помощью, если сам не может справиться со своим проблемам. Вот. Ага. Потому что, ну, в противном случае, да, вы же, вы понимаете, что в противном случае это так и будет продолжаться. То есть это так и будет тянуться, 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 тянуться. Вот. И в итоге никогда не кончится. Вот. Поэтому я полагаю, что вот так можно действовать. Конечно, мужчина, скорее всего, не захочет что-то делать, и здесь нужно будет уже вам постараться донести до него важность того, чтобы он это делал. Именно важность того, чтобы он это делал. Вы можете демонстрировать ему, что вам неприятно, что вам некомфортно. Вы можете как угодно еще показывать мужчине, что его действия неприемлемы для вас. В общем, использовать можно все средства для того, чтобы человеку показать, что так нельзя, что нельзя так себя вести. Вот. Вплоть до, соответственно, вплоть до того даже, что нас ждет. Говорить об уходе каком-то, да, о каких-то перерывах в отношениях и так далее. То есть это, в принципе, тоже такой достаточно важный момент, если мы говорим о раздражительности вашего мужа. Потому что если он раздражен, но сам при этом ничего не делает для того, чтобы ситуацию исправить, то я полагаю, что ему не хватает мотивации. Да, ему не хватает именно стимула, а, соответственно, чтобы появился стимул. Ну вот, для этого нужно что-то сделать, да. И сделать, кстати, к сожалению, можете только вы. Больше никто не может этого сделать. Вот так, я думаю, можно вам ответить, да, то есть сперва вы можете попробовать, сперва вы можете попробовать помочь мужчине справиться со своими попредностями. Вот. И уже после этого, если результата никакого не будет, после этого уже можно будет говорить об уходе каком-то, да. О каком-то отдалении, может быть, от, ну, от него и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы оцените его. Вот. И я желаю вам всего самого доброго и удачи.